Поговорим про индикаторы. У меня открыто сейчас фактически 4 индикатора, к которым относится индикатор объемов, и 3 вот такие вот полосочки, которые называются Moving Average, скользящая средняя, в переводе на русский язык. Фактически это один индикатор, просто открытый 3 раза на графике с разной настройкой. Объясню, что он делает, зачем я его использую, и примеры его работы на графике, на истории. Давайте начнем с того, как их открыть. Обратите внимание, что бесплатная версия TrismU позволяет открыть всего лишь максимум 3 индикатора. Этого, в принципе, вам должно будет хватить на те же самые 3 Moving Average. Объемчики я показывал, как настроить, да, еще раз открою, они бесплатные, то есть объемы, и сверху еще 3 каких-то индикатора можно вам поставить. Причем к объему также крепится средняя по объему, это тоже скользящая средняя, Moving Average, вот, ее можно выбрать на сколько-то там свечей, аргументы, длина MA, вот, Moving Average 20, то есть за последние 20 свечей берется среднее значение. Чтобы открыть Moving Average, скользящую среднюю на цену, нажимаем на индикатор и пишем либо MA, Moving Average, либо, может быть, SMA, Simply Moving Average, ну, тут стратегия, нам это не надо, либо просто по-русски скользящая средняя, ну, или простое скользящая средняя, у меня оно простое. Они бывают разные, ну, скользящая средняя, они бывают разные, там разная формула подсчета, я использую обычные, самые стандартные скользящие средние. Что такое скользящая средняя? Это средняя цена, очень просто, средняя цена за определенное количество свечей, то есть вот сегодня у нас свечка, там, 36 тысяч долларов за биткоин, вчера она была 39 тысяч, до этого она была там 37, по закрытию, например, вот так берется, скажем, 100 свечей, суммируется в закрытии и делится на 100, берется там 50 свечей, суммируется в закрытии и делится на 50, мы получаем среднюю цену закрытия свечки. И все, и вот у нас три этих индикатора есть, мы нажимаем вот индикатор и три раза на скользящая средняя. Давайте еще раз скользящая средняя, все, нажимаем три раза, у нас появляется одна полоска, но далее мы двойным кликом ее настраиваем и при смене настройки мы видим, что их там три на самом деле появляется. Вот у меня одна скользящая средняя длина 50, то есть 50 свечей, вторая 100 и третья 200 свечей, то есть 50, 100, 200, их используют практически все трейдеры. Оно, кстати, обратите внимание, вот эти скользящие средние, в отличие от каких-либо там уровней, например, оно не имеет никакого физического обоснования, то есть мы часто можем увидеть, как только цена подходит, какой-то скользящий средний от нее, допустим, отскакивает или при пробое скользящий средний резко там падает, как будто бы это уровень какой-то физический. Но когда-то это бывает просто совпадение и так далее, то есть конкретно на них не нужно смотреть, как на какие-то уровни. Это скорее как вот эти вот трендовые линии, они нам просто вспомогательные, их видим только мы, но за счет того, что на эти штуки завязано много формул, много стратегий, много ботов по ним торгуют и, в принципе, практически каждый трейдер смотрит скользящие средние 50, 100, 200, оно может работать. И зачастую оно работает. Именно вот как уровень, ну про это поговорим чуть-чуть позднее. То есть настройка вы видите 50, данные по закрытию, то есть что это значит, это какие данные берутся, то есть закрытие свечки. То есть 50 последних свечей по закрытию, средняя цена вот здесь. Вот, ну и стиль, просто я их меняю разного цвета, чтобы было понятно. Обратите внимание, что 50 moment average, оно быстрее следует за ценой по тренду, чем там 100 и тем более чем 200. Почему так? Все довольно просто, поскольку для того, чтобы цена там выросла, нужно просто, чтобы в моменте там свечка пошла вверх, например. Чтобы выросла скользящая средняя, нужно, чтобы много свечек подряд цена стояла на новой, более высокой цене. Поскольку старые цены перестают захватываться в расчете текущей, текущего значения скользящей средней. И когда, допустим, цена растет на 100% сегодня, за сегодня она выросла на 100% за 2 дня. В среднем она выросла на 50%, то есть скользящая средняя за 2 дня при росте на 100% за сегодня покажет 50% роста. Таким образом, если мы берем 100 свечей, цена выросла у нас на 10% за сегодня, ну, фактически она там 10 делим на 100 на, ну, сколько получается, на 0,1%, то есть, если я не ошибаюсь, выросла, ну, если она на месте стояла и резко выросла на 10%, скользящая средняя на 100 практически никак не отреагирует. Но просто обратите внимание, что вот, допустим, с момента, который я возьму сейчас до текущего дня, на 232% выросла цена, а сотая скользящая средняя выросла всего лишь на 92%, при том, что прошло очень много дней, это дневной таймфрейм. То есть она очень медленно движется за ценой. 200 на moving average, еще более медленно за ценой движется. Вот. Ну, в принципе, я думаю, вы поняли, как это работает. Как это можно использовать? Во-первых, это можно использовать для определения трендов. В основном наша задача, как трейдер, сидеть просто в тренде, то есть определить тренд, сидеть в нем. Все. Скользящие средние хорошо помогают определять тренды. Когда у нас цена находится над скользящей средней, это значит, что сейчас, в моменте, когда она находится над скользящей средней, цена выше, чем была в какой-то промежуток времени, там, в среднем. То есть вот, допустим, момент, обратите на него внимание, вот он. Цена находится выше, чем скользящая средняя, какую бы вы ни взяли, вот в этот период. Она находится выше, чем в среднем была за какой-то период, у меня периода 350-100-200 свечей. Когда цена находится ниже, вот она ниже находится, она находится ниже, чем в среднем была за период 50-100-200 свечей То есть, когда цена находится под MA, грубо говоря, это нисходящий тренд Когда на MA, это восходящий тренд, но тут нужно еще учитывать много-много факторов, таких как 200 MA, допустим, вот она идет, медленно-медленно сбился Вот она, чуть ниже, вот она Оно очень плавно и не спеша двигается за ценой То есть, гораздо чаще цена будет пересекать короткую скользящую среднюю Вот она, вот она, видите, она довольно резко движется за ценой Цена ее будет пересекать чаще, чем вот эту долгую скользящую среднюю То есть, долго она пересекла раз, два, три и все, и больше не пересекала А короткую, вот она раз пересекла, два пересекла, три, четыре, пять, шесть, семь и так дальше Она будет пересекать постоянно Потому что цена постоянно то ускоряется, то замедляется, даже в рамках какого-то тренда. То есть, когда цена находится долго над какой-то скользящей средней, скажем, над долгосрочной, мы наблюдаем долгосрочный восходящий тренд. Окей, это мы поняли. Обратите внимание также на то, что скользящая средняя сами по себе пересекают друг друга. То есть, вот она, скользящая средняя 50, полетела ниже, находилась, чем скользящая средняя 100 и 200. Это нам говорит о том, что цена резко вниз пошла, а скользящая средняя быстрая пошла за ней довольно быстро и пересекла там сверху вниз долгосрочная скользящая средняя. Это также нам намекает на то, что тренд нисходящий. И наоборот, когда снизу вверх идет пересечение скользящих средних мувингов, их называют мувинги, мувин аверидж, запомните мувинги. Ну, это такой, получается, бычий сигнал на возможное начало или продолжение бычьего тренда. В первом случае вот это пересечение, когда короткая скользящая средняя пересекает длинную скользящую среднюю, называют крестом смерти. То есть, крест, крест смерти. Ну, можете не запоминать вот эти трейдерские названия. Я всегда говорю, что неважно, как это называется, такие пафосные названия, главное знать механику рынка. Ну, чтобы вы разбирались, там, хотя бы на слух, ориентировались. Вот крест смерти. Ну, а когда оно пересекает снизу вверх, золотое пересечение. Ну, то есть, крест смерти, инструмент, грубо говоря, умирает. Золотое пересечение, то есть, грубо говоря, мы можем озолотиться, там, находясь в тренде. То есть, такая вот аналогия. Просто, может быть, на слух запомните, уловите. То есть, скользящие средние помогают нам определить тренд. Все это основная их задача. Но иногда их используют торговые системы, торговые стратегии, какие-то боты. Да и просто трейдеры как уровни или как трендовые линии. Кто-то от трендовых линий же начинает откупать. То есть, конечно, это визуальная штука, но приятнее гораздо в тренде находиться, откупая не здесь, а вот здесь, поближе к трендовой. И скользящие средние тоже могут выступать в роли таких трендовых линий. Но, еще раз напомню, сказал в самом начале, это физически никак не обоснованно. То есть, кто-то может в это не верить и так далее. То есть, без проблем, на этом не надо строить свои там торговые стратегии. Это просто помочь в определении тренда. И мы видим, когда там тренд поддерживают, когда нет. То есть, грубо говоря, вот цена пошла вверх. Видите, стоимые, вот она, стоимые. И ниже, чем стоимые, цена не опускалась. Ну, в моменте вот эти, вернее, пробои, проколы были. Но ни закрепления, ничего, никакого движения под этим уровнем не было. И все, пошли, грубо говоря, скачали. Ну, вопрос тут, может быть, ошибка в понимании причинно-следственных связей. Но много трейдеров, много ботов используют вот эти вот ориентиры для своей торговли. И просто там не продают ниже, грубо говоря, когда видят восходящий тренд. Такое бывает, такое бывает. Но самое главное, это не торговать там от конкретных уровней, от конкретных цифр. Типа, вот если мы там сидим в биткоине, который вырос, там будем продавать только, когда он пересечет скользящую среднюю. В теории можно, но не потому, что он пересек, потому что это уровень сильный, он дальше падать будет. Нет, а потому что это может быть сигнал на смену трендам. Вот только так. Вот. То есть, мы смотрим на скользящую среднюю только с точки зрения определения трендов. Но иногда можно смотреть, как какие-то уровни. Плюс, когда у нас такие золотые пересечения или кресты смерти происходят, вот именно в эти моменты часто тридеры открывают сделки. Правда, важный нюанс, что, допустим, если вы продаете, когда там происходит крест смерти, вот у нас короткая скользящая средняя пересекла длинную, да, в этот момент цена уже может быть довольно низкой. То есть, она уже упала там в два раза. И только вот здесь это пересечение произошло. Или вот, если мы рассмотрим вот этот короткий таймфрейм. Вот он, короткий таймфрейм. Вот, у нас одна выросла уже в два, в три раза. И только вот здесь, после роста, произошло золотое пересечение. Кто-то там по этому пересечению купил тут, например. Ну, конечно, вот тут покупочка, она оправдалась, поскольку потом цена улетела вот туда, вот туда, вот туда наверх. Ну, с такой же абсолютно, как сказать. Оно могло улететь просто, я хочу сказать, вниз легко. И вот эти вот скользящие средние хорошо работают на трендовых движениях. То есть, они тренды ловят. А когда тренда нет, и долгосрочно просто так стоит в боковике, во флете, вокруг огромной волатильности, скользящие средние вам не друзья, они вам ничего не помогут, только депозит там немножко подедят. Там на стопах и так далее. Не дай бог ликвидации каких-то. Вот, это работает. Вопрос, какие еще индикаторы я использую? Никакие. Какие еще я использовал? Я использовал много всяческих раз. Я думаю, даже открыто пару штук здесь. Ну, типа, да, вот MACD, RSI. Если вы будете там что-то гуглить, смотреть, ну, это типа, насколько, вот они показывают, насколько сейчас сила у тренда большая. То есть, там перекупленность, перепроданность внутри тренда. То есть, индекс относительно силы. То есть, насколько сильно сейчас там цена вверх или вниз идет, относительно того, что было там месяц назад, например. Но работает ли это? Насколько хорошо это работает? Ну, я... Вот, знаете, когда вы чем-то болеете, идете в магазин, в аптеку там, или ваши родственники ходят, покупают каких-то лекарств, вы их пьете, а потом оказывается, что это лекарство пустышки, ничего они не дают. Плацебо называется. Вот тут та же самая логика. Я много использовал эти индикаторы, не замечал никакой пользы. Фактически, вот я использую скользящие средние, они помогают, действительно помогают определить тренд. Причем на любой таймфрейм выходит другой, тут эти скользящие средние будут по-другому, потому что таймфрейм меняется, они к свечкам привязаны. Вот. То есть, можно определить на таймфрейме каком-то тренд. Это да, это полезно. Иногда можно там на какой-то уровень подсмотреть, может быть. То есть, в идеале, если есть сильный уровень, если вот все пересекается, пересекается интерес у покупателя-продавца, пересекается там какая-то трендовая линия, если это еще сюда, к скользящей средней подходит, все в одном, это бывает очень сильный уровень, вот на это вот я тоже смотрю. Вот. Но другие индикаторы нет. Естественно, никто не запрещает вам разбираться в этих индикаторах и строить их самостоятельно, но это нужен большой опыт и понимание механики рынка. Если вы пойдете смотреть, просто загуглить, какой индикатор работает, как они работают, вот, о, RSI. Ага, покупать вот тут, продавать тут. Это так не работает. Я уже говорил вам в механике рынка, что рынок работает немножко иначе, чем там. Посмотрел две свечки. Ага, значит, по инструкции надо продавать. Ага, вот тут покупать. Нет, надо смотреть именно на механику рынка, искать продавцов, покупателей, искать тренды, перекупленность, перепроданность, ну, грубо говоря, там, забегая вперед, такой вот сильный восходящий тренд, когда идет огромный отрыв цены от скользящих средних, даже от самой быстрой. Ну, это огромная большая перекупленность. Ну, он как был, допустим, в 2017 году, 2017. Вот он полетел вверх, вот он скользящий средний еле-еле-еле-еле подходило. Ну, вот подошла, кстати, вот, посмотрите, типа поддержка, то есть вот он отскочил от уровня, отскочил от уровня, отскочил, ну, там, пробило. А потом, наоборот, вот, зеркальный уровень, да, сопротивление. Памс отскочила, полетела вниз, тут отскочила, тут пробили, ну, моментально ушли вниз. И вот он, типа, отскочил, как будто, видите, как будто бы скользящий средний держит цену, да. А вот тут вот пошло под 200-й скользящий средний. Раз, коснулись, два, коснулись, три, коснулись. Причем обратите внимание, что вот после такого параболического вертикального роста цена уходит там под 200 мэй. То есть в теории оно сейчас там может уйти под 200 мэй, в теории оно может уйти. Вот. Если повторить сценарий вот этот, ну, это в момент записи видео. Информация будет только актуальна. Как-то так. Спасибо. Спасибо.